Добрый день, вечер, если уход на утро, и... Ну, мне немножко похолодало. Так, мы сегодня поиграем в Моя Эру. Это, я сразу скажу, это вынужденное обстоятельство. Я пока не могу не играть в... Ну, как бы, что-то другое, я пока что не могу снимать. Возможно, скоро получится, так что... Ещё чуть-чуть терпения, господа. Дождь прекратился, выглядывает солнце. Эрми, это было здорово, спасибо тебе огромное. Кстати, Санечка, ты не сказал ни слова. Что-то не так? Чтобы извиниться за своё молчание, тебе полагается сыграть для нас. Я бы хотела сыграть. Я играть... Повторюсь, играть я не умею, но очень-очень люблю. На пианино я, короче... Я не помню, какой-то маленькой ёлочке холодной зимой, и я, по-моему, не помню, как играть. Точно? И прямо сейчас? Да, да, я тоже хочу послушать. Стоп-стоп-стоп, полегче не на поворотах. Я же не умею играть, но очень люблю. Мне кто-то говорил, что в музыке главное уметь импровизировать. Не, на самом деле на пианино же... Ну, в теории, и как мне раньше казалось, можно просто попробовать... Ну, там, тык-тык-тык... Хорошо объясняю, но я... В общем, объясню. Я имею в виду, что можно просто взять пианино, ну, и примерно какую-нибудь мелодию свою придумать. То есть, сильно плохо, по идее, не должно получиться. А знаете, это интересная идея. Почему бы нам не рассказать ему о своих музыкальных пристрастиях? Просто намекнуть? Да. Основываясь на этой информации, Санечка может импровизировать. Интересно. Вы только полегче с ним, ладно? Так, я не... Это не особо мне поможет. Повторяю, я не умею играть. Что же, тогда использую лишь первую октаву. Поверь, просто нажимая на одну клавишу за другой, ты уже добьёшься результата. Уверена, что твоя мелодия нам очень понравится. А чё я так высоко? Понятно. А где первая октава? Я тоже не знаю. Эрми тебе покажет, правда, Эрми? В этом мире мы с Эрми друзья? Или Эрми всё ещё Эрми? Ладно, друзья, пора рассказывать. Пора рассказывать. Я буду первой. Что же ты любишь, Нана? Я просто наслаждаюсь нелагающей музыкой. Просто насколько у меня... У меня очень много времени ушло для того, чтобы настроить всё. Я теперь кайфую. Надеюсь, просто запись идёт. Давай, дайте подумать. Вот, мне нравится 7 различных жанров. Первый, мой самый любимый. Я люблю прогрессив... Прогрессив-рок. Особенно тот, где пяти... Пятиструнная гитара и классические инструменты вместе. Мои три любимые группы это Ескинг и Эш какой-то там. Не хочу читать, не хочу позориться. Так, всё. Кстати, название этого жанра часто сокращается до 4-х бук. Переога. Наверное, прог. Знаете, главное, там, где надо читать как аббревиатуру, я читаю как сплошным текстом. А где это просто 4 буквы, которые складываются в слово, я читаю аббревиатурой. Ммм, класс. Что мне делать с этой информацией? Ну, так как Нана уже выбрала рок, я сразу же перейду к второму любимому жанру. Я начала увлекаться хип-хопами около двух лет назад. Это как вообще ли пианино сделать? Музыка такая, вот есть там такой момент, как будто пакет шуршит. Самое главное в этом жанре на первом месте бит-ритм. Ммм, интересно. Я всегда предпочитаю альтернативный или абстрактный хип-хоп. Попса не мой номер один. Вот пять моих фаворитов. Мфи, да? Очень интересно. А вдруг это запоминать надо? Надеюсь, нет. Да уж, это еще хуже. Классическая музыка, это и моя любовь с первого взгляда. Короче, я знаю, что им нужно сыграть. Знаете, как это называется, когда музыка идет? Вот мне тоже очень нравится. И классические инструменты. Как бы современная и такая классическая сочетаются. Не знаю, как это называется, наверное, вот уже сказали, но очень классно. Особенно этот, со скрипкой. Вот скрипка и гитара, они струнные инструменты, мне очень нравятся. А, молодежь. Я выгляжу как невыспавшийся бомж. Моя классическая музыка, это и моя любовь с первого взгляда. Ди-Би-Си, Бородин и Шуман, три самых любимых композитора. Да и уже играли для тебя. Жарновато. А знаешь, какой жанр в моем понимании второй по сложности? У него фантастические два названия. Джангл или Драм-эн-бас. Понятия я не имею в общем ни об одном жанре, о котором вам не говорят. Не веришь? Послушай, это. Это троица тебя впечатлит. В этой комнате все сошли с ума. Ну да, человеку, который не умеет играть, себе предлагать что-то вот такое. Время пришло, Санечка. Эрми, не забудь ему помочь. Это можно. Короче, вот первая октава. Да ладно! Вот эти клавиши. Можно? А мне... Типа, прям можно играть или нет? Просто понажимай на белое, окей, что-нибудь да выйдет. Офигеть! Классно! Можно, знаете, какой беспроигрышный вариант? Сейчас, тут сколько их? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Последнюю брать не будем. А, нет! Я хочу... Отдай мне пианино. Я только собиралась играть, а ты у меня... Эрми, перестань, я только начинаю считать тебя своим другом. Отлично! Нет, я еще не играла. Это как сказать, типа, вот, покажу сейчас вам тетрадку. Сейчас. Вот. По-моему, это достойно пятерки. Это все равно, что вот это сказать. Что такое? Пятерки, за что-то что? Кстати, надо... Надо бы сделать это все. Тут у меня кучка такая лежит. Ожидает меня. Я к тебе вернусь. Отлично, почему бы нам не закончить занятия на этой, так сказать, мажорной ноте? Мне надо кое-что взять из учительской. А вы ждите здесь, договорились? Перерыв еще не скоро, поэтому не шумите, пожалуйста. Ладно, давайте собираться. Вот вы какие! Эрми тут прям с характером. Даже не спросили, какая музыка мне нравится. Так ты же сам сказал, что все зависит от настроения. Мы сами слышали. Да, это, ну... Да, это так, но все же. Есть одно исключение, это The Smar... Смаш? Я не уверена, что это так читается. Вот самая моя большая проблема, это чтение в английском. Я читаю, ну, не то чтобы плохо, но не так, чтобы хорошо. Эх, просто я обожаю их. А кто их не любит? Послушай это, они так играли еще до того, как это стало модным. Обязательно. Кстати, мы сегодня обсудили только музыку, но... Фильмы не менее важны. Ооо, как можно выбрать любимый фильм? Сейчас вообще так много фильмов. А музыка? Музыку вообще кто угодно может сделать. Пришел на студию или книги. Представляете, вот книга. Выпустить книгу может... Ну, у кого есть средства, кто угодно. Это и хорошо, и плохо одновременно, потому что столько всякого неприятного выходит. У меня есть одна книжка... Не дотянусь, не дотягиваюсь. Не самого лучшего жанра. У меня даже две. Одна осталась, одну я подарила. Ну, она такая, средненькая была. Между прочим, за 50 рублей на вокзале купили книжку. И она была лучше, чем... Вот та книжка, которая у меня там стоит, но я не покажу. А то человек, который подарил, может обидеться. Я люблю Ночь охотника. Это прекрасная жизнь. И Бумажная луна. Интересно. Уверена, что все эти фильмы очень старые. А такие фильмы со временем только становятся лучше. Они вызревают, будто вино. Вообще... Как это называется? Про космос классные фильмы. Но вообще русский кинематур... Как же правильно говорится, я не помню. Забыла. Там какой-то нюанс был просто. Ранний. Он такой себе, насколько я помню. Очень мало есть хорошие фильмы, но их очень мало. Прям как частичка золота в кучке... Сами додумайте, чего. А такие фильмы со временем только становятся лучше. Они вызревают, как будто вино. Блин. ОБС, мне кажется, ты меня подставляешь. Нет. Он снимает странно. Было бы здорово, если бы ты тоже происходила с нами. Нет. Не надо. Херми, как это называется? Вот только вчера могла сказать, что я не могу. Думала, вспомнила. А, нет. Марта, ты видела, какие штаны... А, штаны. Действительно. Марта... Ммм... Придется вырезать. Марта, ты видела, какие штаны отмечены на карте? То есть, что за сценой? За сценой? А, это. Видела, конечно. Это же моя страна, как-никак. Я люблю ее, и мне стыдно это не знать. О, Шкуль. Что? Может, я и криво перевожу, но там вроде как написано... Блин, как бы это сказать? Тур школьной банды? Ну, то есть, гастроли или как она... Ну, да, тур. Школьные группы в банке, господи. Заняюсь. Какой самый любимый? Штат. А, Техас с большим отрывом. Да, представляю такой разговор в России. Какой регион твой самый любимый? И обычно на это, ну, 3-4 ответа. Сейчас еще Крым добавился, поэтому у кого-то появился новый фаворит. Там Московская область, Ленинградская область, Краснодарский край с натяжкой, там больше Черноморское побережье, Азовское море, там такое вот. И Крым, собственно. Ну, там тоже у берега. Чисто из-за того, что море. Все, вот, что? Я бы не слышала такого человека, который сказал бы, вот, вам нравится Москва, а мне нравится Петропавловск. Камчатский. Вроде так называется. Ну, или Петрозаводск, ладно, чтобы не ошибиться. Вот, вы слышали таких людей? Я нет. Еще кому-то там Кострома, вот такие вот города. Ярославы. Мы не за города сейчас вообще-то. За регион. Воу. А, нет, еще, в принципе, есть парочку регионов. Ну, они такие, туристические. А уровень жизни, ну, ладно. Техас, увлекаешься кобоями, стрельбой и огромными автомобилями? У них есть название кипа... Пикапа, да, да. Но шутку я оценила. Только ты про барбекю забыла. На самом деле, отчасти все так и есть, но... Секрет не в этом. Секрет в душевности. Говорят, русские люди душевные, а еще говорят, что они злые. Много всякой ерунды говорят, а вы не слушайте. Сегодня про ерунду. Мне кажется, что уже пора. Прощай, миды. Отвечать н 속де. Отвечать н моего. У нас есть обычная коробия. Секретная коробия.